Привет всем хорошим людям! Друзья, пропаганда Путина три дня назад разгоняла очень такое эмоциональное видео, где мужчина, сидя в машине в камуфляжной форме, рассказывает жителям Курской области, как дальше жить. Что они не сделали, что они должны сделать. И вот он, великий герой и защитник Отечества, поступил бы совершенно по-другому. Они начали это распространять по всем телеграм-каналам пропагандистам, показали на центральных телеканалах. А потом, через три дня, благодаря журналистам-расследователям, у этого видео появилось уникальное продолжение. И пропаганда набрала в рот воды. Я хочу, чтобы вы увидели самое главное продолжение этого видео. Но сначала вам содержание предыдущей первой серии. Так, хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что вообще, блядь, в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, блядь, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, блядь, и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, блядь, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание, блядь. Куда вы уезжаете? Отдайте машины, блядь, свои пацанам, которые, сука, сейчас будут класть в жизни свои, блядь, за то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы, блядь, конченые. Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь, блядь. Ну что? Особенно меня интересуют россияне, вы же меня смотрите. Вы готовы знакомиться с очередным своим героем вашего времени, который вся пропаганда разгоняет? Вот он, великий воин из Петербурга, который громче всех орет, что пора вам в окопы, в грязь, в бой. Вы по картинкам поняли уже, кто он такой? Да никто, по большому счету, конечно. Но он главный гробовщик Петербурга, директор похоронного бюро, ямки вам копает, памятники делает. Да, да, вот этот самый чудак, который закапывает тех, которые верят его пафосным речам. Ирония, конечно, тут зашкаливает. Этот герой, который сам, конечно, на войну не собирается, но он вас учит, как надо умирать, чтобы у него было больше работы, соответственно, больше денежек. А вы быстренько на фронт, быстренько. Я тут уже очень достойно, со всеми почестями готовлюсь вас всех закопать. Это грибовщик, который зарабатывает на вашей смерти, называет вас трусами. Это не парадокс, это просто самый настоящий бизнес по-русски. Знаете, что они думают? Что им все сойдет с рук. Что вы вот как стадо баранов до сих пор пойдете умирать, наслушавшись этих речей, и они будут спокойно считать свои барыши, копать ямки. Так что задумайтесь. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Время таких грибовщиков скоро закончится. Потому что хорошие люди, я же знаю, есть и среди вас, и хороших людей всегда больше. Думайте, чьи интересы вы защищаете, когда берете в руки оружие и идете против ВСУ. Пока одни закапывают, другие живут ради того, чтобы спасти жизни человеческие. А хороших людей действительно больше. Значит, у этих грибовщиков осталось не так уж много шансов. Не может быть нормальный человек за войну, не один. Потому что война это только смерть и больше ничего. Трупы, 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 трупы. Кровь, 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 кровь. Кишки, говно и трупы. Больше ничего. И все, кто сидят в окопах, говорят, зачем мы это делаем. Ради чего? Кому нужна эта война? Кому? Мы знаем, кому. Но он в окопе не окажется никогда. А так разок прилетела бы ракета в лоб, и вообще все встало бы на место. Вот так люди устроены. Для них это вот картинки по телевизору. Победные реляции, парады, шествия. Ура-ура, величие какое-то. Ваша мать, какое величие? Что Россия дала миру за последние 30 лет? Что она создала? Не разрушила, а создала. Что? Вот что? Айфон, SpaceX, Hyperloop. Я не знаю, что технологии. Адронный коллайдер. Что? Вот что? Кроме бдыщ, бдыщ, величие, величие. Расширяемся, расширяемся. Мы самые великие. Нас не любят, нас унижают, нас не ненавидят. Кто? Подойдите к зеркалу. Остановите, успокойтесь. Подойдите к зеркалу. Почитайте книжки. Перестаньте мифологией этой заниматься. Идиоты. Просто идиоты.